Девятая игра И уже в четвертьфинале мы встречаем команды школы номер 1, школы номер 32, гимназии номер 33, гимназии номер 14. Но эти команды уже могут чувствовать себя спокойно. А вот команды, которые присутствуют сейчас на нашей игровой площадке, в общем-то, немножко начинают нервничать. Хотя все волнение я предлагаю оставить за пределами. Команды школы номер 5 и Сотниковская школа сегодня встречаются лицом к лицу. Давайте поаплодируем, зарядим их энергией, позитивом. Ну, в общем, да, из разных концов, фактически, города Улан-Удэ. Но встретились здесь, на Саянах, на малой сцене театра русской драмы. Прежде чем представить капитанов, разрешите представлю руководителей. Команд Сотниковской школы представляет Людмила Андреевна Поспелова. Ей аплодисменты, пожалуйста. Здравствуйте, Людмила Андреевна. И от команды школы номер 5 Татьяна Евгеньевна Покровская. Приветствую, Татьяну Евгеньевну. Ну, а теперь, собственно, вот этим двум парням, которые стоят, улыбаются, уверенно смотрят в будущее. Это капитаны Алексей Антонов и Никита Ануфриев. Им давайте порцию аплодисментов. Сотниковскую школу представляет капитан Алексей Антонов. И, собственно, с ним мы начинаем общение. Алексей, здравствуйте, Алексей. Ну что, Сотниковская школа, как вас отпустила? Какие напутствия, сказали одноклассники, директор, учителя? Да, никакие. Ничего не говорили? Тогда я вам говорю, давайте набирать много очков, побеждать и проходить следующий этап. Согласны? Да. Прошу вас, внимание на экран. Я вам расскажу о том, что начинается все с капитанского фильтра. Вы выбираете тему, ваша команда дает варианты, а вы должны отсеивать и выдавать только правильные ответы. Девятая игра, это значит, что осталось немного, но, тем не менее, прошу вас. Давайте шестую. Номер шесть. Тема звучит «Порты России». «Порты». Знаете, что такое «порт»? Да. Ну, в общем, города, в которых есть большие порты российские. Через 30 секунд вы мне должны из десяти назвать семь. Три — это неправильные ответы. Время. Чем занимается в это время Никита, тем же самым. Вспоминает, какие порты у нас есть в России. Итак, 30 секунд. Подошли к концу. Начинаем играть с командой школы из Сотникова. И Алексей, соответственно, должен пропускать или не пропускать ответ своей команды. Прошу. «Тикси». Пропускаю. Верно. «Тикси-порт». «Анадырь». Пропускаю. Давай. «Анадырь» правильно. «Таганрог». Пропускаю. «Три балла». «Игарка». Пропускаю. «Четыре». «Ейск». Пропускаю. «Пять». «Клапсы». Пропускаю. «Шесть». «Москва-Льво». Не пропускаю. «Москва-Льво». Не пропускаешь. Ну, давайте пропускаем. «Москва-Льво» пропускаем. У меня, как бы, я не знаю, поэтому пропускаю. Поэтому пропускаешь и делаешь правильно. Семь правильных ответов дает «Школа из сотников». Абсолютно правильно. Клайпеда, Николаев и Херсон – это не в России находятся города. Ну, как вам начало? Ну, мощное. Мощное начало. Но о чем я хочу вам поведать? О том, что, Никита, вы-то точно такое же мощное начало можете выдать. Поэтому давайте, в общем, попробуем. Давайте вы. «Давайте, девятнадцать». Охотничьи собаки. Десять пород. Из них семь – это охотничьи собаки. А три – нет. Полминуты вам на это. На самом деле то, что не очень сложно это все. Как мне видеться. Леша, смотри, ты тоже, да? Я выбрала девятый. Полминуты, подошли к концу. Играем со школы номер пять. Прошу вас, друзья, кто будет спикером? Доберман. Пропускаю. Моё сердце остановилось сразу же. Но Доберман откуда вдруг охотничьей-то стало? Нет. Но, к сожалению, нет. Доберман – это не охотничья собака. Лёш. Такса. Такса. Раз. Спаниель. Спаниель. Два. Мастиф. Мастиф тоже не охотничьи. Большие, они на кого особо не охотятся. Получается, 9-0 получается после капитанского фильтра. Неожиданно. Но, тем не менее. Сеттер, Бассетт, Левретка, Такса, Спаниель, Бигль, Бладхаут. Правильный ответ. Доберман, Мастиф и Боксер – это не охотничьи собаки. Не охотятся они ни на кого. Ну, в общем, как-то так. Ничего страшного на самом деле не произошло. Это только начало игры. А значит, будет еще шанс реабилитироваться. Никита, мы с вами должны прямо сейчас, вот чем заняться, это выбрать темы для команды Алексея на игру. А он, соответственно, будет выбирать для вас. Готовы? Да. Появляется перед вами список тем. Вы начинаете первый. Краеведение. Краеведение. Математика. Краеведение, математика. Первый раунд. Искусство. Химия. Искусство, химия. Второй раунд. Биология. История. Биология, история. Третий раунд. Литература. Русский. Литература и русский, да? Конечно, четвертый раунд. Все, друзья, при счете 9-0 начинаем второй раунд нашей игры. А мы благодарим за помощь в подготовке вопросов Бурятский республиканский институт образовательной политики. Также партнер программы – компания «Полином». Компания «Полином» дарит команде-победительнице сертификат на 50 тысяч рублей. Девятую игру сезона начинает игрок команды Сотниковской школы Кристина Васильева. Ее любимые школьные дисциплины – алгебра и литература. А самый слабый предмет – английский язык. В свободное время играет на гитаре и готовится после учебы поступить на службу в МВД. Ее противник Никита Ануфриев, капитан команды школы номер 5, математик, в будущем видит себя специалистом по информационной безопасности. Вдохновляется деятельностью Марка Цукерберга. Значит, второй раунд. Ну, в общем, Никита остался на месте, но к нам присоединилась Кристина Васильева. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Вопросы по краеведению хочу задать вам. От вас хочу получить правильный ответ. Согласны на такой договор? Тогда смотрите, пожалуйста, на экран. Выбирайте. Цифра 8. А я уж вам зачитаю. Какое военное училище было открыто в Бурятии в годы Великой Отечественной войны? Могу вопрос команде отдать. Смотри, что можно сделать. Можно получить варианты ответов, а можно отдать команде. Ну, примет ли команда? Вот вопрос. Что хочешь сделать? Команде отдать. Команде отдать. Команда готова принять? Нет, нет, нет. Нет. Вот такая у тебя команда, Кристина. Надо задуматься. Что делаем? Подсказку. Подсказку. Артиллерийское училище. Курсы военных летчиков. Школа ЮНГ. Снайперские классы. 30 секунд. Тебе на выбор. Прошу. Знает ли Никита? Вот вопрос. Все-таки Великая Отечественная война была давно. Изучает ли это в школах? Крайведня, да? Вопросы о знании родного края. Нашей любимой Бурятии. Так вот, военное училище в годы войны в Бурятии. Какое? Я думаю, что первое артиллерийское училище. Артиллерийское ты считаешь? Да. Артиллеристам дан приказ. Никита, есть другое мнение? Ну, возможно, курсы военных летчиков. И летчиков, и артиллеристов у нас как-то вот не сложилось. Школа ЮНГ. Неожиданно, да? Школа ЮНГ была открыта в Бурятии в годы Великой Отечественной войны. Никита, продолжаем с вами. Ну, вот военной тематики у меня нет, но есть математика. Годится? Да. Берем? А это уже неплохо. Значит, по математике вопросов много. Поэтому давай с тобой выберем. 1, 8, 9, 6, 7. Ну, давайте 6. Внимание на экран. Вопрос графический. Из двух прямоугольников 2 на 4 сложили букву Т. Каков ее периметр? Этой общей фигуры. Сам отвечу. 30 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Какой периметр? Ты помнишь? Помню Так, что получилось? 20 20, абсолютно правильно Даже, в общем, и тянуть не буду Расскажешь, как получилось? Ну, могу рассказать Давай расскажи, мы послушаем Ну, у нас общий периметр двух фигур Мы вначале найдем И общая грань соприкосновения Ну, от одной фигуры 2 сантиметра И от другой 2 сантиметра отнимаются Итого 20 Итого 20 Молодец, Никита, аплодирую тебе Продолжаем, друзья Раунд номер 3 нас ждет Анастасия Лугунова Из школы номер 5 Открывает второй раунд игры В школе с большим удовольствием Изучает химию и русский язык На досуге играет в волейбол И изучает английский язык по фильмам Планирует выучиться на врача С ней поспорит капитан команды Сотниковской школы Алексей Антонов Увлекается рисованием С этим связан и выбор будущей профессии Алексей хочет стать архитектором Это раунд под номером 3 9-6 Пока впереди команда из Сотникова А команда... А как правильно? Сосновый Бор, да? Сосновый Бор? Нет, это я... Да Чтобы я понимать Правильное название Сосновый Бор А команда из Соснового Бора Начинает отвечать на вопросы по химии Силами Анастасии Лугунова Ну, химия прямо Никаких замен, ничего не будет Давайте проверим ваши химические способности 10 А почему не один? Так захотелось Вот так вы захотели, да? Какая вы, однако? Концентрированная азотная кислота Сильная кислота и сильный окислитель Поэтому она растворяет большинство металлов Включая драгоценные серебро А при нагревании и палладий Но при обычных условиях Она не реагирует Железом, алюминием и хромом Из-за чего? Можно варианты ответов Нужны варианты? Сложноватая задача, да? Там варианты? Там нет Там подсказка Там подсказка, да Там же, видишь, вопрос как Из-за чего она... Поэтому нужна есть подсказка Или сама, или команде Попробуйте команду Команда готова принять? Попробуйте? Нет Давайте подсказку Тогда подсказку На самом деле азотная кислота Сначала все-таки реагирует с этими металлами Но затем реакция останавливается Вот такая подсказка 30 секунд на то, чтобы дать ответ Прошу, думайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, смотри Азотная кислота Она со всеми металлами Растворяет большинство металлов А вот эти три Она с ними практически не реагирует Ну, вернее, начинает реагировать Но потом останавливается эта реакция Вот из-за чего эта реакция останавливается? Возможно, потому что недостаточно катализаторов Или нужна температура для дальнейшей реакции Подогрев Что с температурой? Еще раз Нужна температура Подогреть Чтобы Вещества Почему именно с этими металлами? Возможно, потому что они не такие активные Таблица активности металлов Нет К сожалению, нет Я бы Мне бы хоть за что-нибудь зацепиться Чтобы вам помочь Но, к сожалению, немножко не туда Спросим у вашего соперника Ну, насколько я знаю Алюминий никогда не бывает чистый И всегда покрывается какой-то пленкой, оксидом И поэтому не дает Кислота не может пробиться через этот оксид Не только алюминий, но и Но и железо, и хром Покрывается плотной оксидной пленкой И препятствует дальнейшему взаимодействию с азотной кислотой Молодец Молодец Вот это да Вот это да Неожиданно Вышел отвечать В общем-то На искусство И тут с химией справился А, Алексей? Пойду Искусство будем играть? Да Давай Давайте пять В каком городе находятся старейшие Из ныне существующих в России театров? Старейшие Самый старый театр В каком городе? Можно Варианты отведу Нужны варианты Слушайте внимательно В Новгороде В Новгороде В Ярославле В Пскове В Москве В Нижнем Новгороде Полминуты В каком городе? Самый старейший театр 18 век Подскажу тебе Так уж и пить Даже не знаю Но, наверное, предположу Что в Москве В Москве? Да, в Москве Но это было бы слишком просто В Москве Тоже так подумал Но Вариантов вообще нет Не в Москве, Алексей На На сцене На меня смотрите Потому что мы с вами играем Непосредственно Вот смотрите Самый старейший театр Точно не в Москве Это мы уже с Алексеем Определили Вам остался Вам остались Два Новгорода Псков и Ярославль Вот Нижний Новгород Давайте Вот вдруг Нижний Новгород Вы считаете? Самый старый театр Который начал свою деятельность В 1750 году И действует до сих пор Находится в городе Ярославль Ярославский драматический театр Правильный ответ на этот вопрос Представляете Вот будете в Ярославле Подойдете к театру И скажете Так это же самый старый театр Я на великолепной пятерке узнал Друзья Поаплодируем обоим участникам Продолжаем игру Можно было и лучше Конечно Мы Капитанский фильтр Очень плохо прошли Просто Возможно Сразу Как-то Такая Тема Не очень попалась Команда хорошая Вроде Пока идет Все хорошо Поизо С капитанским фильтром То что у нас Был знающий человек Я сам даже порты Эти не знал А вот попался Ну Еще повезло то что На химии Вот сейчас был раунд Попалась тоже хорошая тема И я знал Но увы По искусству Я не знал Где находится Самый старый Театр России Не знаем как игра Закончится Но никто не расстроится Если мы проиграем Или выиграем В игру вступает Данила Николаев Ученик сотниковской школы Будущий хирург В школе с усердием Изучает химию И биологию На досуге Занимается спортом С ним поборется Арина Арбаева Из школы номер 5 Свободное от учебы время Посвящает Постижению Азов Видеомонтажа Планирует выбрать Профессию Графического дизайнера Или программиста От участия в игре Ждет только Положительные эмоции Значит Так 13-6 Впереди команда Сотникова И вот Данил Николаев Сейчас Как ответит на вопросы По биологии Как принесет еще очков Нормально? Надеюсь Давайте И мы тоже все надеемся Все Сотникова Смотрит сейчас Единственное что мы не знаем Какой только вопрос Для вас А блиц можно? Только что же договорились Что биология Можно и блиц конечно Выбираешь блиц Да Попробую Тогда Таблицу с биологией Нам не нужна Нам нужен блиц Пожалуйста Номер Давайте номер 2 Номер 2 Город-герой Москва Столица нашей родины Такая тема достается тебе 13 вопросов Одна минута Соответственно Отвечать надо быстро И самое главное Громко Чтобы я все это слышал А я уже старенький Слышу плохо Если не знаешь Говори дальше И мы этом Если вернемся Успеем Готов? Да Поехали Считается что князь основал Москву Какой князь? Рюрик Нет В Москве более 800 900 Или тысячи лет Более тысячи лет Неправильно Действующий мэр Москвы Сергей Собянин Правильно В каком веке Столица вернулась Из Санкт-Петербурга В Москву Пропускаем Советское имя Главной улицы Москвы Горького Теперь вернули Историческое название Какое? Пропускаем После Татар Москву брал только Наполеон Но в Кремле Однажды были еще В осаде Другие иностранные части Чьи? Поляки Правильно Москва Город расширяется Кольцами Первая Кремлевская Третья Садовая А между ними? Пропускаем Советский фильм О девушках Приезжих в столицу И который получил Оскар Назывался Москва Москва слезам не верит Правильно Что в современной Москве Называется Зарядье? Не знаю Пропускаем На Комсомольской площади Столицы сразу Ленинградский Ярославский И Казанский Что это? Собор? Нет Самый большой спортивный стадион Москвы называется Спартак? Нет Название Начал я читать вопрос Значит Успею тебе его задать Название Башни Кремля Где находятся часы С курантами Не помню Не помню Бьют Часы О Двенадцать Бьют часы На Спасской башне Такая песня была Спасская башня Да Три балла Ну блистательно же Или нет Или да Не очень Ты недоволен? Недоволен Но смотри Этот князь основал Москву Это Юрий Долгорукий Москву основал Юрий Долгорукий Москве более 800 лет 1873 и того Москва вернулась Столица в Москву вернулась В 20 веке Имя главной улицы Москвы Это Тверская Ну Горького Соответственно была Горького Стала Тверская Да Мы с тобой пропустили Бульварное кольцо Первое Кремлевское Третье Садовое А между ними Бульвар Бульварное В современной Москве Зарядье Это парк Такой большой парк Зарядье Слышал ты может быть В новостях Да Ленинградский Ярославский Казанский Это железнодорожные вокзалы Находятся на одной площади Они В общем-то Три вокзала Самый большой спортивный стадион Это Лужники Называется он Спартак Он самый свежий Но он не самый большой И про Спасскую башню Мы уже с тобой Проговорили Итого Три правильных ответа В принципе Я считаю достойно Достойно Арина Как вы думаете? Вполне Вы бы смогли бы больше дать? Нет Значит вам повезло Что у вас не было Москва В Блице Арина Арбаева Все правильно Вопросы по истории? Нет Блиц Ах вы тоже Вот часто мы и проверим Насколько Арина Готова к Блицу Что у нас осталось? Цифра 7 Домашние птицы Называется эта тема Я такого попугаев знаю Ну может быть Кто знает Арина готова? Да Все те же правила Пожалуйста только громко Хорошо? Хорошо Итак Минута начинается Прямо сейчас Самая большая домашняя птица Курица? Нет Что говорят эти птицы Спасли Рим? Гуси Правильно Эта птица считается Символом Франции Не знаю Домашние птицы Названные в честь Островов Атлантического океана Не знаю В мультфильме Его зовут Кеша А как птица он Попугай Молодец День благодарения в США Немыслим без блюда Индейка Правильно Главная болезнь Глазная болезнь Названная в честь Этой птицы Глазная Слепота Да, да, да Какая? Я не помню Птица там такая еще Давай дальше Да, давайте Каких домашних птиц пасут? Куриц Нет Опять нет, ладно Термин из мясных Термин для мясных пород птиц Мясная порода птиц Как называется? Без понятия Так Этих птиц едят Специально дрессируют Даже брали с собой в походы Но сейчас больше разводят для красоты Не знаю А считается, что лучше всего эту птицу готовят в Пекине Не знаю У нас эти птицы в основном известны благодаря небольшим, но полезным яйцам Перлов? Нет, маленькие яйца, как называется? Так, ну, меньше какие еще есть яйца Как ты сказала-то? Ну, перловые яйца Какие перловые? Какие еще какие? Перепелинные Перепелинные Ну, вот, я помню, что такое Ох, Арина Отстаньте Пожалуйста Родители Арины Приготовьте ей перловые яйца на завтрак в следующий раз Самая домашняя большая птица – это страус Говорят, что птиц в масле Рим – это гуси Символ Франции – это петух Домашние птицы в честь островов Атлантического океана – это канарейки Мультфильм, так, про попугая, слава богу, да? День благодарения индейка есть Куриная слепота Называется болезнь глазная, да? А вот когда я спросил домашних птиц, которых ты пасут, искала курица Ну, маленько перепутала А это гуси, на самом деле Термин для мясной породы птиц – это бройлеры Птиц, которых дрессируют и даже брали с собой в походы Но сейчас развод для красоты – это голуби Лучше всего ее готовят в Пекине Это утка, пекинская утка С перепелами мы тоже с тобой вроде как разобрались Три-три по результатам Блица, друзья Разве они не достойны ваших аплодисментов? Продолжаем игру У игровой тумбы появляется Илья Школа Игрок команды школы номер пять Гуманитарий не пренебрегает занятиями спортом Будущий военнослужащий Его соперница Ольга Садовская из Сотникова Тоже предпочитает гуманитарные дисциплины Литературу, историю и языки На досуге много читает Свою профессиональную деятельность Планирует связать с иностранными языками Шестнадцать девять Пока школа номер пять отстает И представитель ее Илья Школа Начинает Заключительно перед дуэлью раунд И расскажет нам о своих знаниях По русскому языку У меня мама русовед У тебя мама русский язык ведет? Да Учительница? Да Преподаватель? Господи, ну как бы Или ты ответишь правильно Или дома ремня получишь Одно из двух Поэтому давай посмотрим Одиннадцать Номер одиннадцать Мама, как зовут? Елена А по отчеству? Сергеевна Елена Сергеевна, пожалуйста Все для вас Только, в общем, не ругайтесь Неделю длится масленица И каждый день Замечательен по-своему В пятницу Посиделки у матери-жены А в субботу У заловки Кого же называют заловкой? Вот такой вопрос Можно к команде обратиться? Наверное, можно Берете? Кого называют заловкой? Берете или нет? Раз Два Три Берете Тридцать секунд Кого называют заловкой? Время Тридцать секунд 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 Ну, если неправильно, не убейте меня. Так говорят, лучше деверь А4, чем заловушка одна. Такая вот есть пословица. Лучше еще раз. Нет, не скажу, как я сказал. Надо было слушать. Итак, в субботу у заловки. Кого называют заловкой? Невестку. Ну, то есть... Невестка – это невестка, а заловка – это заловка. Кто такая заловка? Есть ответ. Может, сестра жениха? Сестра? Сестра? Жены. Нет, жениха. Еще раз. Вот я услышал две версии – жениха и жены. Вот какая? Правильно. Сестра? Жены. Сестра жены – неправильный ответ. Сестра мужа. К сожалению, вот смотри, как получается, Илья. Передаешь вопрос команде, они... Не могут. Три версии дали и, в общем, не сошлись в том, какая правильная. Оль, ну, у нас с вами литература, но есть возможность, в общем, при неправильном ответе команды дать свою версию. На этот вопрос. Заловка, да. Сестра мужа? Сестра кого? Мужа. Мужа. Это как будто... Заловка. Заловка. Ты так считаешь? Ну да, я так считаю. Уверена в своем ответе? Ну что, он, в принципе, может тебе 6 баллов принести. Я уверена. Я считаю, что это сестра мужа. Сестра мужа – это абсолютно правильно. Сестра мужа. Сестра жениха можно было назвать. Соответственно, продолжаем? Литература, да. Литература? Давай. Один, два, четыре. Двенадцать ты выбираешь. А? Тринадцать. Тринадцать. Эти братья известны как авторы детективных романов. Любите вы детективные романы? Можно подсказку? Оль, ну этих вот братьев, которые пишут детективные романы, их на самом деле прям немного. Нужны подсказки тебе? Я думаю, да. Давай, посмотрим. Стругацкие, Люмьер, Вайнеры, Гримм, Катаевы. Полминуты на раздумье. Авторы детективных романов. Итак, эти братья, писатели, да, известны как авторы детективных романов. Как их фамилия? Мне кажется, это Вайнеры. Братья Вайнеры. Да. Писали детективные романы. На братья Гримм они писали сказки. Братья Гримм писали сказки. На братья Вайнеры, мне кажется, детективный роман. Детективный роман. Братья Люмьер что-нибудь писали? Они в основном кинематографом занимались. Братья Стругацкие писали фантастику. А в Вайнеры писали детективы. Молодец. Абсолютно круто. Вот так, друзья, пока все. Вот красная команда аккумулировала очки в этом раунде. После чего предстоит дуэль, в которой решится судьба обеих команд к барьеру. Искренней благодарности нашим партнерам. Акционерное общество Улан-Удэнский авиационный завод. Институт конфуция Бурятского государственного университета. А также филиал банка открытия в городе Улан-Удэ. Последний раунд игры начинает Дмитрий Печкин, игрок команды школы номер 5. Давно хотел принять участие в великолепной пятерке, чтобы отстоять честь школы. Больше тяготеет к точным наукам, а в свободное от учебы время занимается фотографией. В будущем планирует стать инженером. Завершает игру игрок команды школы из Сотникова Матвей Баралдоев. В отличие от соперника отдает предпочтение гуманитарным дисциплинам, читает историческую литературу и научную фантастику. В то же время увлекается техникой и хочет стать медиком. Итак, дуэль, друзья, начинается. Дмитрий Печкин, Матвей Баралдоев. А в этом раунде друг к другу... Дим, ну, пока ваша команда уступает, поэтому у вас есть право выбрать тему и начать первым на нее отвечать. Все зависит от вашей удачи, близка она вам будет или нет. Прошу вас. Тема 9. Тема номер 9. Это танцы. Танцуете ли вы, Дмитрий? Нет. Нет, да? Но слышали когда-нибудь хоть один из этих танцев? Ну, часть из них, да. Задача ваша вот какая. Написать страну происхождения этого танца. То есть откуда самбо, откуда чердаш, чердстон и так далее. 30 секунд вам наподумать, после чего начинаем перестрелку. Прошу. Субтитры сделал DimaTorzok Так, время заканчивается Дмитрий, ну, вся школа номер пять, весь сосновый убор болеет за тебя Давай, начинать можешь с того, что знаешь сто процентов Ну, мазурка, наверное, это российский танец Мазурка номер шесть, ты считаешь, что это Россия Сразу мимо, Дима Мазурка, нет, не российский танец Матвей Танго, Испания Да что ты говоришь, нет Смотрите, сразу первые два выстрела и сразу минус Не Испания Поехали дальше, Дима Так, наверное, Фламенко это Испания Фламенко это Испания Совершенно верно, один балл Давайте поддержим его Есть, дальше Матвей Так, вальс Италия Вальс это Не Италия Нет Вторая ошибка произошла Вспомните, кто обычно вальс это у нас писал Дальше, поехали Дима Так, ну, наверное, Чарльстон это Англия Чарльстон Англия, Британия Ну, вот не Великобритания, к сожалению Ошибся Вторая ошибка Матвей, сейчас внимание Если вдруг сейчас ошибешься Ты покидаешь этот раунд Поэтому посмотри то, что ты 100% знаешь Поехали Ну, вот, что там Самбо, например Самбо это Самбо это Франция Хотел бы я, чтобы это была Франция Но нет, прости Прости Ты нас покидаешь Самбо это не Франция Дима Вот смотри, какая уникальная возможность Да? Жаль, мы так нечем А правильный ответ Нет, только один Девять очков Ты можешь набрать сейчас И никто тебе не мешает И я только немножко помогаю Танцевал бы я почаще Поэтому давай вместе Давай с того, что полегче Что вот тебе полегче? Ну, вальс, наверное Ну, вот смотри Вальс, да? Вот сейчас внимание Потому что у тебя тоже две ошибки Ошибешься и все И до свидания получается Вальс, вот Это откуда? Германия Хорошо Германия Зачтено Вальс Германия Правильно Второй балл Танго Давай Самбо, знаешь? Самбо нет Самбо Знаю, но не помню Откуда Может танго? Вот на танго Вот какое танго бывает? Мексика, наверное Какое? Да лучше никакое Давайте подождем Ну, давай Смотри Ты назвал, да? Но я не услышал Поэтому вот Давай Второй вариант Танго Скажи Все А все остальные танцы Пока оставим Какое танго Да вот из головы вылетело Пусть вернется немедленно С радостью Да Танго Это Бразилия Нет Ну, все, тогда оставим Оставим Нет Аргентинское танго Это Аргентина Не слышал такое понятие Аргентинское танго В этом раунде со счетом 2-0 побеждает школа номер 5 Ну, а в общем в игре победу одерживает команда из Сотникова Мы им аплодируем Ну, что, друзья Это была девятая игра сезона Через неделю ровно завершается этап 1-8 финала И мы будем поздравлять уже все 8 команд, которые прошли в четвертьфинал Увидимся через неделю Я Валерий Скосырский Ну, все Пока Субтитры подогнал «Симон»